Так, все, запись я начала. Ребята, запасайтесь лимонами. У меня постоянно лимонов очень много. Я делаю практически все детям с лимонами. Воду, салаты, еще что-то. И, смотрите, еще такое. Я стараюсь покупать такие вот. Они мягкие и очень сочные. Но есть еще вот такие вот обычные лимоны, которые продаются в магазине. Чтобы они были максимально сочные, перед тем, как резать, вы их просто вот так вот по столу побейте и покрутите. Видно? Вот так вот. Просто побейте, покрутите со всех сторон. Он становится мягонький, он моментально будет сок отдавать. Я сегодня еще чуть попозже запишу, прикреплю для ребят, кто пойдет на 21 день, что им нужно будет приготовить. И также, чтобы не путались между собой эфиры, также я его сохраню и подпишу, что на 21, чтобы были уже ребятки, кто будет, чтобы уже не бегали там по магазинам, по аптекам. Ольга, у тебя камера включенная. Давайте, чтобы было сейчас камеры, ребят, не включайте. Чтобы записать, потому что мы с вами, если что, поболтаем вечером. У нас сейчас будет эфир, как мы начинаем день, почему мы так начинаем его. Потом у нас будет днем небольшое, где у нас будет физическая нагрузка. Небольшой такой, как бы, ну, даже не эфирчик, а так, чтобы были все в одном кругу там. Либо в кружочке я запишу несколько видео, когда пойду в спортзал, либо еще что-то. Вот, и вечером у нас с вами будет вечерний прям эфир, такая лекция с вопросами, с ответами на вопросы. И сразу же сейчас скажу, для чего я делала вот этот вот опрос сыроед, там, веган, вегетарианец, жидкое питание, либо всеед. Не для того, чтобы понять, что, как бы, вы мне когда пишете, что, ну, вот я, например, мало ем, только овощи. Мне просто нужно было знать, что есть ли кто-то, кто с животным белком. Это для чего нужно было? Чтобы понимать, какое питание, то есть я могу вообще на жидкое питание вас на три дня перевести. Танечка, выключи, пожалуйста, микрофон. Таня Ли. Ага. На микрофончик нажми, и он отключится. Спасибо. Ну, мы с вами будем, я вам в этом марафоне попробую рассказать, максимально осветить темы, чтобы вы понимали, как правильно чувствовать свое физическое тело, чтобы вы понимали, как работать с собой, чтобы вы могли самостоятельно, без меня, либо без кого-то еще узнавать и познавать себя. Конечно, это здорово, если есть возможность с кем-то, но я по себе знаю, то есть у меня был достаточно долгий путь и с огромным набиванием шишек, очень такой непростой, не хотела бы я такой. Если бы у меня был на тот момент человек, который бы мог меня вести, я была бы крайне признательна. Ну, тогда вот я таких вот не нашла, то есть не было марафонов как таковых, когда я начинала это все. Может быть, я не нашла, хотя, в принципе, я как-то быстро в эту тему влилась, когда мне уже приспичило, так скажем, по болезни, но вот не увидела я тех людей, которые бы меня смогли вести. Максимум, что я взяла одну консультацию у Насти, и то на этой консультации как бы проговорила я все в основном. И таких вот как бы практических советов я не смогла получить ни от кого. И если есть у кого-то возможность, желание, то есть я сделала это по абсолютно чисто символической цене. 21 день он будет стоить 3 800 за 21 день. Потом кто пойдет дальше, там уже посмотрим, насколько это интересно, потому что кто идет на 40 дней пойдет, там уже будет как бы такая жескачевская прокачка, и когда у вас уже мозг будет на другом уровне осознания, и там я вам уже буду другие вещи рассказывать про старый мир, так скажем, да, потому что если мы не знаем, что было с нами, с нашим родом до этого всего, куда мы идем, никуда мы не придем. Мы только сможем на своем опытном знании делать какие-то новые выводы. вот, 129 участников, да. Ну, в любом случае, эфир я сохраню. Эфир сохраню. Так, сейчас, секундочку, еще кто-то хочет на марафон, чтобы успела. Продолжение следует... Так, ну что, тогда, ребят, начнем, да? Все вам буду тогда показывать, рассказывать. Нам нужна будет очень-очень теплая вода. нам нужна будет очень теплая вода, не горячая. Вот у меня здесь уже есть тепленькая водичка. Римма, выключи, пожалуйста, камеру, чтобы потом было удобно ребятам смотреть в записи эфира. вечером мы с вами поболтаемся вместе, зададите вопросы. Либо после того, как я сейчас вам покажу, расскажу. И, Зариночка, выключи, пожалуйста, микрофон, иначе будет эхо. Теплая вода, потому что только теплая вода, она расширяет у нас все внутренние сосуды, капилляры, любые трубы, любые проходы, она расширяет. Горячая вода, она сжигает слизистую. Вот вы как пьете горячий чай, бывает очень часто, что сжигаете язык, да? А представляете, внутри слизистая, она еще нежнее раз в сто, чем язык. И когда вы пьете что-то горячее, либо едите, то у вас сразу же идет ожог. Вот, поэтому только очень теплую воду. Так, что я еще делаю? У меня как раз сегодня сын с соплями, и ему будет самое то, это все попить. Так, у меня вот такая вот рюмочка есть, обычная, это можете хоть что. Молотая полынь, обычная полынь. Меня спрашивают, а полынь такая-то, такая-то. Я раньше не знала, что есть разновидности полыни, поэтому у меня самая обычная полынь. Вот, что мы делаем? Почему полынь нужно размалывать? Потому что она идет с палочками, и эти палочки очень сильно корябают наш желудок, который нежненький. Сейчас мы делаем убойную дозу для желудка. То есть сколько мы делаем? Вот такую вот полную чайную ложку. в рюмочку. Можете не обязательно кипяченой водой, можете просто горячей водой. И буквально вот совсем чуть-чуть, просто чтобы смочить ее, чтобы она немножечко раскрылась полынь. Она не запарится, она просто раскроется. Дальше мы ее оставляем сейчас, пока ей нужно будет раскрыться минут 5 буквально. Лимон. Берем половину лимона. У меня уже есть половина лимона. Сейчас я косточки уберу. Так, сколько смогла. Половина лимона, и выдавливаем его в кружку. Лимон, вы знаете, что он как раз, что он делает? Почему лимон и куркума? Куркума – это наша кровь. Куркума – это очиститель крови. Если у нас есть отеки, если у нас есть, когда мы выходим, особенно на сухие дни, это очень сильно чувствуется, тахикардия, сердце начинает стучить, колотить, начинает виски давить. Это все, ребята, у нас – это кровь. Это кровь, которую сердечко наше не может перерабатывать. Клапан работает. Клапан не успевает работать так, как ему нужно. И за счет этого получается, что и почки не справляются, и надпочечники, и сердце. То есть если у вас отеки, то в первую очередь эти отеки, они идут от сердца, а не как мы привыкли, от почек. Потому что с почками мы уже и так носимся, и так носимся. Светлана, выключи, пожалуйста, микрофончик. Светлана Алешина. И Зарина Джумаева. Девочки, выключите, пожалуйста. Ага, и Зариночка, выключи, пожалуйста, микрофон тоже. А то шумы будут. И Елена Ломова. Ага, Еленочка, спасибо. Спасибо, девочки. Вот. Получается, что мы, куркума, это у нас идет для сердца, для крови точнее. Но для крови, именно не для почечной, а для сердечной. То есть кровь, она, если вы знаете, она имеет разную вязкость, разную густоту. И у нас не одна и та же кровь течет от пяток до макушки. У нас она в течение того, как она передвигается по всему нашему организму, она приобретает иную плотность, разную плотность, разную консистенцию. И вот как раз куркума, это для сердечной крови. Я беру вот такую вот большую ложку. Так, видно, ребят? Давайте я специально вроде камеры. Вот такую вот большую ложку и тоже вот сюда. И все это заливаем теплой водой. Итак, у нас начинается сейчас пока, каждое утро. Вот. Я вам расскажу, как, если вы пойдете дальше самостоятельно, я вам расскажу, что делать самостоятельно. По максимуму постараюсь все успеть вам рассказать. Вот. Если пойдете на трехдневный марафон, на 21-дневный марафон, то там уже будет у нас прям по дням я буду просто говорить, что делаем. Так, теперь, ребят, смотрите. Вот это вот, когда пьем, постоянно помешиваем, потому что иначе куркума вся сядет на дне. Мы пьем, выпиваем где-то половинку. Это у нас уже почти запарилось. Все, она уже раскрылась. И просто ложечкой вот это вот съедаем. Почему ложечкой съедать? Почему сухую полынь не всегда хорошо? Потому что, во-первых, я вам сказала, что бывает, что кто-то промолол не очень хорошо, и она очень сильно режет желудок. Это трава такая, которая, она грубая. Это первый момент. И второй момент, что когда особенно на сухих днях, не на сухих днях, а на малом питании, бывает с утра не всегда есть большое обилие слюны. И когда вы начинаете эту ложечку только в рот класть, то очень часто бывает, что вы нечаянно вдыхаете эти пары, и она попадает, если полынь попала не в то горло, вы очень долго будете откашливаться. Прямо это очень неприятный такой процесс. А здесь это все быстро, это та же одна ложечка, не надо ее ждать, пока она смочится слюной, чтобы проглотить. Она уже у вас раскрытая, и вы ее спокойно выпиваете. Все, утро начинается так. То есть, что у нас происходит в организме? У нас за счет того, что мы сделали воду с лимоном и с куркумой и с куркумой. Мы, получается, раскрыли все, то есть, внутри, 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 Господи, внутри мы раскрыли максимально все наши капиллярчики, желудок начинается прочищать, куркума за счет теплоты и за счет того, что еще ничего не было в желудке, она моментально вписывается в кровоток и начинает потихонечку очищать кровь. Полы, естественно, что делает с утра, тех паразитов, которые говорят нам, ну что там, ты проснулась, давай, что мы сегодня, чем займемся? Вот. Мы вот этим занимаемся. Они у нас, это такая ядреная доза, они у нас очень хорошо от этого отходят, отмирают. И если мы говорим о многократных чистках, то, ребят, какие бы вы чистки не задумали, если вы не поменяете питание, чистки бесполезны. Я все-таки придерживаюсь того, что нужно делать минимальные чистки и плавно переходить на иное питание. Иначе либо одно, либо другое, либо вы сорвете психику, либо вы сорвете желудок, потому что очень часто бывает, что при резком переходе питания бывает такое, что желудок начинается газообразование, вроде легкая пища. Ольга, выключи, пожалуйста, микрофон. Газообразование начинается. И колющие, режущие, там будут различные ситуации, не очень приятные желудка. Поэтому потихонечку мы вот таким образом все убираем. Так, еще. Что у нас получается? Мы еще с вами купили все гинкобелубу. Сейчас, секунду. Так, у кого-то она в травках, да, а у кого-то она в капсулах. Вот, гинкобелоба. Почему лучше в травке? Потому что в травке там просто травка, только эта трава. А которая в таблеточках либо в капсулах, там, естественно, есть еще что-либо, чтобы сформировать эту таблеточку. Вот. Ко чему мы ее взяли? Именно вот это вот. Потому что вы, наверное, все уже ознакомились, посмотрели, что это одна из очень нежных и очень мощных трав для мозговых стволовых клеток. Почему она нам нужна? Она нам нужна, потому что мы вводим спорт в достаточно большом количестве. Сейчас будем вводить спорт. Почему мы будем вводить спорт? Я сегодня это прям подробно расскажу на вечерней лекции, но сейчас я вам немножечко закину, почему это будет. Потому что у нас внутри есть генетическая память, и мы ее не можем раскрыть не потому что мы бестолковые, а мы ее не можем раскрыть, потому что наше физическое тело не справится с этими вибрациями. Но здесь есть другая сторона медали. Вот это вот у меня была лекция в закрытом клубе «Наша ли ДНК?» То есть у нас здесь очень много спорных вопросов у меня сложилось, и в том числе... Вот, наверное, еще в клубе сделаю эфир, вам немножечко расскажу, что иммунитет – это наш иммунитет, здоровый иммунитет, который мы поддерживаем, это как раз тот рычажок, который нас управляет, через Господи, через который нами управляют, потому что в здоровом теле иммунитета, в этих иммунных клетках, их быть не должно, то есть не с чем бороться. Мы изначально построены так, и строим, выстраиваем, и детей своих так делаем, потому что пока нет другого варианта у нас, хотя мы к нему придем. Что если у нас не будет иммунитета, то мы просто умрем. И вот этот иммунитет мы изначально зарождаем борьбу внутри себя. А если мы зарождаем борьбу внутри себя, то у нас вся и внешняя жизнь получается в борьбе. И вот чтобы мы внутри себя это перестроили, у нас очень длительный процесс этот будет. Потому что не будет у вас вот этого раскрытия генетической памяти, которая идет еще в прошлый мир, я бы, наверное, так его назвала, старый мир, где еще было до того, когда мы открыли эти Библии, еще что-то, Коран или любую другую вот эту вот литературу, мы же этого не помним, а там огромная глубинная память. И когда раскрывается эта память, ваше физическое тело просто начинает выбрасывать, трясти. И это действительно такой процесс физически тяжелый. И чтобы нам этот процесс убрать, нам нужно физическое тело максимально вывести на тот уровень, чтобы наша вибрация смогла выдержать, вернее, чтобы тело смогло выдержать эту вибрацию. Но здесь другой вопрос. Я не знаю, в открытом эфире я это говорила или нет, но в клубе мы с ребятами точно разговаривали про это. У нас есть лимфатическая система. И вот эта вот лимфатическая система, когда мы занимаемся спортом, она у нас расходится по всему телу, то есть запускаем лимфу. И очень многие, конечно же, говорят, что лимфу запускать – это отлично, это здорово, это все прекрасно. Да, это здорово на определенных этапах, когда вы собираетесь жить нормальной, обычной жизнью. Вы же понимаете, что вы здесь собрались ненормальной? Если вы не хотите жить нормальной, обычной жизнью, а хотите идти дальше, то от лимфатической системы в результате нам нужно будет уходить. Что такое лимфатическая система? Для нормального человека она дает, естественно, там обменные процессы различные, она дает какие-то выздоровления, если обычная какая-то инфекция, она дает выздоровление более быстро. Но я вам могу сказать, что так получилось, что я присутствовала в больнице. Несколько раз меня там приглашали по одному поводу, пока не буду говорить по какому, и как раз там вот этот коронавирус, который был, да, и я видела, как здоровые мужики, спортсмены, красивые, здоровые женщины, они просто лежали под этими аппаратами и умирали. И никакая лимфатическая система, никакой спорт ничего им не помог. И я могу сделать такой вывод, но это только, ребята, это мои выводы, это я не претендую на истину, это только то, что я смогла собрать в пазлы, то, что я читала, то, что я видела, то, что я читала не в смысле литературу, которая есть в общем доступе, а общалась с некоторыми профессорами, так уж мне посчастливилось. И что такое лимфатическая система? Лимфатическая система, когда у нас запускается она, сейчас я попробую вам нарисовать немножко, и я хочу сделать это. обстоит обстоит так смотрите лимфатическая система наша да и когда мы запускаем лимфатическую систему вот так вот скажем так вот я просто нарисую образно да вот она лимфатическая система вот мы ее особенно при спорте мы ее очень сильно запускаем лимфатическую систему и когда она запускается то в нее как в какой-то вот в этот вот в круговорот клетки наши они попадают в лимфа систему наши клеточки и когда клеточки а что по клеточке клеточки это наша это наша память это наша родовая память это наша днк это наша жизнь из того с чего мы состоим и вот когда эти клеточки попадают сюда то они уже из лимфатическая система уже работает на вывод из организма до чего-либо что попадает в эту лимфатическую систему а лимфатическая система на 70 процентов живет нашими клетками. И представляете, чем больше мы разгоняем лимфатическую систему, тем больше этих клеточек уходит сюда. Почему спортсмены живут меньше, как правило, особенно если профессиональные спортсмены, хотя по факту они должны жить намного дольше, потому что у них получается аватар максимально защищен, чтобы раскрыть свою вот эту вот флешку. Но у них этого не происходит, потому что вот эти клетки сюда уходят в лимфатическую систему. И когда клеточки уходят в лимфатическую систему, получается, что у нас уходит вот эта вот память. Мы уходим в лимфатическую систему. Понимаете, как это происходит? И получается, что чем больше мы занимаемся спортом, тем меньше в нас получается открытий посмотрите на некоторых ученых вот таких вот прямо смотришь на них и не буду просто сейчас называть фамилии думаю вы все знаете как минимум одного-двух которых вам приятно смотреть но и те люди которые знают очень много информации особенно это мужчины как правило женщины что какие они у них тела как правило такие безобразненькие так скажем да полненькие они вот такие вот затекшие потому что у них лимфосистема максимально не заряжена вот эти вот все клетки вот эта вот вся память находится вниз но они вот эту вот эту вот флешку они ее могут раскрыть но тогда разрушается опять же их физическое тело и с одной стороны то что лимфа не загружена и другой стороны разрушается их физическое тело и новая информация новые знания которые есть пространстве везде они к ним прийти не могут потому что тело уже не примет они могут только вот это вот раскрыть и сделать интерпретацию того что есть это они делают огромнейшую работу вот чтобы нам сделать чтобы мы и это раскрыли и это раскрыли нам нужно чтобы у нас вот эти клетки максимально быстро делились и те клетки максимально быстро делились и клетки стволового мозга чтобы они максимально оставались на пределе у нас всегда что нам для этого нужно это как на сегодняшний день может быть я еще по увижу через какое-то время но на сегодняшний день я вижу что вот эта вот травка она просто безумно полезна вы ее можете заваривать термос вот в такую вот кружечку там еще что то вам нужно будет всего лишь одну чайную ложку либо я не знаю там в таблетках если честно я ни разу не пила я ребенку покупала но он меня пил две две капсулы в день я не знаю тут а вот одну две таблетки три раза в день во время еды тут написано да вот но он у меня так как ему меньше 18 лет ему две таблеточки хватало вот я ему давала вот поэтому смотрите сколько таблеточек вам нужно будет вот выпить вот этой вот гинкокобелобы либо я им заказывала траву и вот буквально я ему делать чайную ложку вот на такой вот это 0 5 по моему да по моему 0 5 на вот на такой стакан и какой-то прием он просто его выпивал вы можете это выпивать вместо предтреника перед тем как пойдете на кардио либо на физические упражнения то тогда вот гинкобелуба собой берете в бутылочки и там пьете и у вас вот эти вот клеточки они все остаются с вами либо максимальное отделение информация передается в поделившуюся клетку информация всегда передается копируется ее меньше в новой клетке не стает не вне такого что вот раз-раз это не глухие телефончики это истинная информация которая есть в нас поэтому гинкобелоба вот поэтому ежедневные тренировки но они обязательно то есть силовые тренировки они ребят должны быть силовые тренировки они должны быть не более трех раз в неделю силовые это я имею ввиду либо в спортзале либо дома с гантелями то есть все что выше вашего вашего самого тела эти тренировки нужны обязательно чтобы укреплять чтобы максимально укреплять сухожилия не чтобы наращивать мышечную массу хотите наращивать их но с определенным питанием вы не нарастите прям огромную мышцу вас будет красивое рельефное тело но так обязательно вечерние прогулки перед сном обязательно прогулки почему перед сном обязательно прогулки перед Перед сном вы запускаете, когда вы ходите, вы запускаете в том числе и кровь, вы запускаете кровоток свой, за счет того, что вы кровь запускаете, она у вас разжижается, когда вы ходите, у вас разжижается кровь, поступает определенное число кислорода. Когда у вас поступает кислород и закручивается кровь, то у вас организм начинает учиться переходить на другое питание. Представляете, всего лишь нужно ходить не меньше 40 минут перед сном. Просто ходьба. Но ходьба должна быть интервальная. Вот все 40 минут интервальная. То есть в развалочку минуту, 3 минуты быстрым шагом. Потом помедленнее, потом прям быстрым-быстрым. И вот так вот чередуйте. 1-2 минуты, 1-2 минуты, 3-5 минут. И обязательно чередование. Вот это чередование все 40 минут. Вот таким вот темпом вы гуляете перед сном. Почему я вчера сказала, что нужно обязательно погулять. Вот. Собака мотивирует. Если у кого-то есть животные, пожалуйста. Вот. И если есть такая возможность, хотя бы один раз в неделю запишитесь на какую-нибудь акварастяжку. Мы никогда не сможем потянуть мышцы так, как мы тянем их на суше. Но когда мы в воде, у нас мышцы тянутся без потребления кислорода. И когда они тянутся, мышцы в воде, без потребления кислорода внешнего, на внутренних ресурсах, то получается, что они не просто вот так вот вытягиваются, да, и тоньше становятся, а они именно тянутся, как будто бы как добавляется клеточек. И они становятся более упругие. Все связки становятся более упругими. Вот, ребят, днем какой-нибудь вид спорта. Отпишитесь, какой вид спорта. Потом еще по питанию сразу же. Давайте так. Питаемся мы, ребят, не более двух раз в день. Вот сейчас вот вы выпили, выпейте вот чудесный эликсир. И не раньше, чем через 40 минут. То есть после вот этого выпитого вообще очень хорошо, чтобы вы куда-нибудь просто сходили, прогулялись. Можно дома погулять, можно... Но это не должны быть гвозди. Гвозди, там идут другой процесс запускания. Гвозди желательно перед вот этим вот всем делом. Вот. Что мы кушаем? Во-первых, мы кушаем. Если мы кушаем, то давайте так. Мы вот эти дни, последний прием пищи у нас будет не позже 10 часов. Но первый прием пищи, ребят, у нас только когда солнышко начинает заходить. Понимаете? Очень хорошо и очень правильно для нашего организма. Наш организм в утренние часы, в световые часы пищу не переваривает. Никакую. Это не его рацион. Как только солнышко опускается, мы можем покушать. И так вам будет даже проще, потому что днем мы, как правило, чем-то заняты, а вечером где-то перед телевизором кто-то порисовать, кто-то там поболтать с родственниками. И там уже можно покушать. Что я рекомендую? Первый прием пищи, если вы будете два приема пищи делать. Первый прием пищи – это можете сделать любые фрукты, но, ребят, не смешиваем никогда более трех компонентов. Если салаты, то три каких-нибудь овоща плюс зелень. Если это овощи, но фрукты, то какие-нибудь не больше. Но фрукты вообще лучше по отдельности. А на вечер сейчас я вам покажу. Если вы хотите что-нибудь перекусить, погрызть, там, не знаю. Ну, в общем, второй прием пищи, хотя бы три дня. Ребят, у всех, наверное, продается это в пятерочке, в вагните, батат. Видели вот этот вот? Так как мы сейчас чистим максимально кровь, он очень хорошо чистит кровь. Это не картошка, как было задумано. Вот, попробуйте сейчас перейти вот на этот батат на три дня буквально. Его чистите и просто нарезаете и грызете. Без соли, без сахара, без соли, сахар как минимум на три дня, ребят, убираем. Мы вообще, и вообще старайтесь не употреблять ни соль, ни сахар. Насчет специй мы потом попозже поговорим, какие специи. Если хотите, специи можете добавлять какое-то время. Вот. Так, ребятки, давайте, если у кого-то есть вопросы, позадавайте мне вопросы. И будем с вами до дня прощаться. А я еще запишу видео, что нужно будет прикупить, кто идет на 21 день. А орехи можно будет употреблять в эти дни? Кого? Орехи. Кого? Орехи? Орехи. Ой, в три дня, поняла, поняла. Не-не-не, в три дня вот в эти не употребляйте. Орехи, они... В них нет ничего плохого на переходной стадии. Но, а вообще, орехи, это же что такое? Орехи – это задержка воды. И их же очень хорошо употребляют веганы, сыроеды, которые качаются, особенно мужчины, женщины, чтобы накачать именно мышечную массу. Да, вас будет прямо распирать, пока вы будете есть эти орехи. Орехи – это задержка воды в организме. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а дневной и вечерний эфир во сколько начнется? Дневной. Давайте я за час напишу в этом. Ну, предполагается, дневной эфир, как бы, он не совсем дневной. Он, наверное, будет часов... Это как бы не эфир будет, а просто мы с вами поговорим еще раз про физику. Ну, наверное, часов в пять будет вот так вот, 4-5. А вечерний мы сегодня с вами устроим в 10 часов вечера. По Москве это все. А скажите, а запись будет? Запись будет, да. Спасибо. Да, 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 Анатолий. Скажите, вот я немножко пропустил, вы говорите, сейчас пьем этот эликсир. Что за эликсир? Эликсир – это у нас... Ну, эфир будет в записи, вы можете посмотреть. Это полынь, вот так вот немножечко запаренная, чтобы она раскрылась. И у нас пол лимона и чайная ложка куркумы. Очень-очень теплые. Здравствуйте, можно спросить? Спасибо. Да, говори. А насколько черная гималайская соль вредная? Да, так же она, такая же соль. Тоже плохо, как и обычная, да? Ну, это маркетинговый ход же, ребят. Она же соль, она и есть соль. Ну, она на вкус, в общем, и на организм чувствуется по-другому, чем... Вот даже морская там какая-то... Она как бы по-другому чувствуется в организме. Ну, по-другому чувствуется, но если есть возможность от нее отказаться, уходите. Ну, есть. А еще вот семечки, допустим, тыквенные, щелка, как бы как... Плохо, да? Ну, на три дня откажитесь. Они как бы неплохие. Нет, почему? Они же неплохие семечки, но они чаще всего... Если сырые, то они как бы хорошо, да. Они тоже там противомикробные все. Но любые семечки, любые орешки, они задерживают воду. Ясно. А еще такой вопрос. Когда много фруктов, особенно сладких яблок хочется, это паразиты, да? Да, зачем? Ну, яблок... Лучше урезать, сдерживать себя от фруктов, когда хочется многое скушать, допустим, фруктов. В общем, можешь поесть. Можно, да? Ну, если хочется, ну, скушай. Тебя потом постепенно, если ты будешь переходить на малое единое... Чем больше ты себя балуешь различными вкусами, тем больше ты к ним привязываешься. Ну, да, заметил. Вот. И яблоки, они же еще такие, что они вызывают аппетит. Они замечательные, они хорошие. Одно яблочко в день – это просто великолепно съедать. Но если ты их съедаешь килограмм, то тогда они у тебя как бы еще больше хочется кушать. Да, да, да. То есть нужно силой воли сдерживать, естественно, здесь не поможет, да? Ну, силу воли мы в любом случае будем сейчас с вами применять, потому что мы идем к таким глобальным целям. Вот. Но как силу воли? Ну, ты себе поставил какую-то, ты должен понимать, для чего тебе это. Не просто так, что я не понимаю, для чего, но я буду сдерживать. Ты должен понимать, для чего тебе это. Ясно. Ясно, это несложно просто понимать процесс, как действовать для психики. Да, это в любом случае, это сахароза, это… Что такое, ребят, что такое фрукты? Это сахароза, глюкоза, пусть это даже и натуральные, это всегда поджелудочная железа. Что такое поджелудочная железа? Поджелудочная железа – это наши гормоны, это наше настроение. И отсюда у нас бывает, что вот я хочу вот этого, я хочу не обязательно еды. Женщин, мужчин, каких-то работ, еще что-то. Мы постоянно находимся в процессе поиска, мы не можем удовлетвориться. А удовлетвориться мы не можем почему? Потому что у нас поджелудочная железа не может отдохнуть. У нас гормональный фон скачет, и именно от вот этого сахароза и фруктозы у нас скачет настроение. Оно может не выражаться даже внешне, хотя бывает и внешне выражаться. А может чаще всего это выражается, вот я хочу, чего не знаю. Или вот я хочу вот это добился, а кайфа не ощутил. И думаешь, откуда же это? А вот это вот все у нас от яблочек идет, от фруктиков. Как бы это печально не было. Я уже даже про обычный сахар не говорю. Да, от фруктов кайф реальный. Спасибо. Исходя из вышесказанного... Так, подождите, Лена Ломова первая, говори тогда. Исходя из вышесказанного, у меня вопрос про мед возник. Мед, наверное, тоже надо исключить. Пока, да, девочки, исключаем мед, ребят, исключаем мед. В меде там тоже... Это не наш продукт. Это не для нас он был делан. Поэтому это все не то, что нужно для нашего организма. Мы можем заменить какое-то время, чтобы перейти с сахара с обычного, либо со сладости. Ну а так, в принципе, мед, он нам не нужен. И я вам скажу, ребят, что тяжелее всего отказаться от соленого, а не от сладкого. И мы попробуем, я попробую успеть раскрыть тему соленое, потому что соленое – это наше детство, это не сладость, как мы все думаем. Поэтому от меда мы тоже очень быстро можем отказаться. Светлана, какой срок между... Вернее, период между первым и вторым приемом пищи? Сколько часов должно пройти? Ну а если мы переходим... Если мы сырое только едим, мы говорим о сыром, да? Давайте три дня все посидим на сыром, даже если все едут. Вам эта разгрузочка будет очень в кайф. То часа будет достаточно. Как часа? То есть, если первый раз мы поели... Да, ну я же не говорю про объедание, да? Посмотрите, вы поели, поели, предполагается, что вы, например, съели салатик. Вы съели салатик, но во сколько, вот, например, там, в 6 часов темнеет, да? Вы съели салатик, а потом что-то захотели еще. Вы можете через час поесть. Если не захотели, то можете уже поесть, там, часа через два, через три. Но минимум, какое должно быть? Мы же с вами не говорим, что через час нужно есть. Я говорю, что минимум через час. Вы спросите, через сколько можно? Минимум через час. Здравствуйте. Можно вопрос по эликсирусу? Давайте по очереди. Кто сейчас первый начал, давайте говорите. Кажется, я. Я пропустила момент. Мы сначала выпьем, скидаем полынь и потом запиваем куркумой. Или это как происходит? Вы выпиваете где-то вот половину стаканчика. Как раз у вас пищевод весь прочищается. Потом вы вот это вот ложечкой уже, вот я, видите, чуть-чуть запарила, она у меня просто раскрылась. Ложечкой это берете, съедаете, и остальное с огромным удовольствием допиваете. Всё, поняла. Спасибо большое. Светлана, можно ещё вопрос? Да, конечно. Да, да, да. Вот хочется солёного вот вчера тоже хотелось. Ну, как бы соль пососала немножко, там морскую, всё. А вот как с минеральной водой быть? Лечебно-столовая. Вот в данный момент у меня есть сундуки есть, она слабосолёная. Ну, слышала, что можно минеральную водичку чуть-чуть. Ну, попей. Она не так хороша, как хотелось бы нам. Это же соли. Это всё в наших суставах. Понятно, да. Ну, можно, да, чуть-чуть? Чуть-чуть. Если уж прямо очень хочется, то можно. Себя сильно не ограничивать. Если прямо совсем хочется. Но давайте будем это обсуждать, почему хочется. Одно дело, что просто хочется, что водичка уже есть. Как бы, ну, понятно, что уже есть, значит, нужно выпить. Это всё понятно. Бывает такое, что бывает, что прямо штрясёт. Ну, я была длительное время без воды. То есть я вообще приверженница была воды. А когда пошла на сухие, то есть мне оказалось легко откажаться от воды. Она для меня была очень противная, простая вода. А вот минеральная водичка вот эта вот, я прям по чуть-чуть её с удовольствием пью. А другую воду я вообще не могу пить. Вот минеральную-то как раз лучше и не нужно пить, потому что она очень сильно нас ковывает. Ребят, про воду. Мы в этом марафоне будем пить. То есть вы будете с собой брать либо гинкобелубу в спортзал, либо, если у кого-то нет очистителя для воды, вот у меня нет очистителя для воды сейчас, нам, ну, в день нужно будет не больше полутора литра воды. Это максимум. Можно литр. То есть мы сейчас идём на вычищение крови. Понимаете? Её нужно вычищать, чтобы новой жидкостью. Жидкость вычищается с жидкостью. Единственный в мире растворитель – это вода. Что мы делаем? Мы через какой-нибудь обычный любой фильтр, барьер или через что пропускаем воду и просто баночку, полтора литровую. Нам несложно будет. Ставим в морозилку, она у нас замерзает, потом размораживаем, вот эту вот серединку, серединку вот эту вот убираем. Там всё в серединке, вот это вот скапливается нехорошее. Убираем, нам будет достаточно, чтобы прочиститься. Потом мы будем убирать воду. Но нам нужно сначала выгнать всё из себя. Кипячёную воду можно пить? О, кипячёная – самое плохое, что можно пить, девочки. Всё-таки лучше давайте через заморозку. Пожалуйста, вот дистиллированную воду. Дистиллированную можно. Только заряжайте её, она же безинформационная. Но если вы её покупаете, не факт, что она дистиллированная. Мы с ребятами проверяли воду дистиллированную, брали несколько бутылей разной фирмы. И оказалось, что ни одна из них не дистиллированная. Она вся кристаллизованная в какую-либо сторону. А у меня дистиллиатор здесь. А, есть дистиллиатор свой, тогда всё, тогда вопросов нет. Ага. Спасибо. А если крещенская вода, здравствуйте. Да, девочки, ну нет, всё, крещенская вода. Я здесь не буду, конечно же, говорить ни про религии, ни про что, но в закрытом клубе мы об этом поговорим чуть позже, потому что когда у вас начнётся открываться вот эта вот генетическая память, когда вы увидите старый мир, когда вы увидите, откуда пришло, кто написал, откуда всё вот это вот пришло, как оно всё появилось, то у вас очень многие вопросы по этому всему отпадут. Как бы если кто-то религиозный, пожалуйста, это ваше право, я ни в коем случае туда не лезу. Вот, но то, что крещенская вода, это просто вода. Я не про религиозный, потому что у неё какая-то другая штура. То, что заряжено не вами, оно заряжено не под вас. Насчёт квасиков, таких натуральных, знаете, ну, допустим, квасить овощи или фрукты какие-то, и саму водичку, как она полезна, достаточно ли вредна? На первых этапах она полезна. На первых этапах она у вас меняет микрофлору, и с этой помененной микрофлорой проще перейти на другое питание. Ага, хорошо, спасибо. Светочка, можно вопрос? А вот первый приём, апельсиновый сок, второй там батат, как бы так. Можно. Апельсиновый сок очень хорошо, но, ребят, знайте, что апельсиновый сок провоцирует все ваши какашки в организме. Почему говорят, что он аллергенный? Он не аллерген, он выводит то, что у вас скопилось. Ну, это грейпфрут, апельсин. Спасибо, дорогая. Да, ребят, сок – это тоже еда. Но он не должен быть вторым, потому что он, сок фруктовый, это всё равно глюкоза и сахароза. Это наша поджелудочная, она не будет отдыхать в вечернее время. Светочка, вопрос. Подскажи, пожалуйста. Да. Вот если нет аппендицита, может, что-то надо употреблять, чтобы улучшить свою микрофлору на переходе? Нет, употреблять, чтобы прям вот конкретно. Единственное, я могу сказать, что для аппендицита очень хорошо не шлифованный и не паренный рис найти, но его, скорее всего, наверное, где-то либо в здоровых магазинах, либо на чатах каких-то, в интернет-магазинах. Вот, и вот этот вот рис, заливаешь его водичкой, либо не из-под крана, конечно, такой вот, и не кипячёной, которую ты пьёшь питьевой водой, которую ты делаешь для себя, питьевую воду. Вот его заливаешь буквально там на час максимум, и потом чуть-чуть. И вот этот вот рис, его очень хорошо кушать, он у тебя будет как абсорбент. То есть что такое вот этот вот аппендицит? Он у нас не просто хвостик, да, во-первых, это хвост долголетия, так я его называю, вечности, да, это люди с аппендицит, это там как раз в аппендиците, в этом аппендиксе, в нём формируются клетки, клетки вечности. Инкубатор микрофон, говорят о нём. Ну вот, что там, я не медик, я не знаю, как это правильно сказать. И чтобы у нас в организм не попадалась всякая дрянь, вот этот вот рис, он очень хорошо абсорбирует. Почему монахи рис едят? Ну, они едят, конечно же, по несколько рисинок, не так, как нам говорят, что по плошкам, да. Вот. И этот рис будет очень хорошо абсорбировать, и если он будет абсорбировать, то у тебя больше шансов во много раз, что тебе отрастить новый, потому что уже много случаев, что аппендиксы отрастают у людей. Естественно, это нигде не афишируют, потому что это никому не надо. Да, но он же жёсткий будет, сырой, или нет? А если ты его разбавишь, водичка, то есть если он у тебя настоится, он впитается, и он такой мягенький будет, рассыпчатый. Он будет похож на зелёную гречку. А если на кофемолке можно молоть? Можно на кофемолке, можно туда добавить, например, либо фрукты, либо овощи, только немного, например, с бананом сделать, или, я не знаю, с каким-нибудь овощем, как салат сделать, вот этот вот рис, например, туда огурчик добавить, или что-то такое. Отлично. А ещё такой вопросик. А не использовали живицу, смолу, вот, допустим, делаясь на стойке на воде? Насколько она полезная или эффективная? Вот я использовала живицу. Я её где-то месяц, я и живицу использовала, и как она, вот это вот, перга, или как её, правда, называется? Да, это пчелинка. Вот, да. Но, вы знаете, лично на себе я не увидела вообще никаких эффектов. Хотя мне расписывали так, может быть, кому-то подходит. Но лично для меня это вот не было ничем. Вот я могу сказать, что для меня очень быстро я увидела результат, когда я начала принимать вот это вот, то, что я вам сейчас говорю, вот это. ещё я могу сказать, что у меня дети ходили в школу и во все вот эти вот, когда были коронавирусы, они у меня всегда ходили в школу, и ни один ребёнок у меня не заболел коронавирусом, но они ежедневно пили утром перед школой, они у меня пили лимонную воду с чесноком настойную. Чеснок, то есть, полезен очень, да? Чеснок, он же убивает всё. На первых этапах он очень полезен. Это же такой афродизиак, это же антибиотик природный. Чтобы паразитов выгнать, да? Конечно. У меня даже, когда вот была вторая, по-моему, волна, такая достаточно жёсткая, меня вызывали в школу, меня вызывали в школу к директору и говорили, как так у нас переболели всех, вплоть до директора, и только два ученика у нас не были на больничном. Я говорю, что правда меня по этому поводу вызвали. Ну, то есть, было вот такое вот. Из-за чеснока настолько он сильный, да? Ну, во-первых, мы сразу же поменяли. У меня дети, во-первых, у них другое питание, у них не среднестатистическое всё равно. Они у меня много едят овощей, фруктов. Вот вы видите, что у нас дома стоит, да, у нас постоянно вот эти вот корзинки стоят, чтобы если что-то, они могли прийти и что-нибудь съесть, чтобы не было у них голода. Вот они были на веке, да? Или вегетарианстве? Ну, у них, у них примерно где-то, у них, наверное, процентов 70-80, у них сырого. Не салаты, они салаты у меня не очень, вот у них, вот такое вот, батат я вам, вот они садятся, там что-нибудь, какой-нибудь фильм себе поставят, я нарежу вот этот батат, они сидят и выгрызут вместо чипсов. Ну, мясо и молочки точно, да? Молочка точно нет, это я считаю, что это вообще последнее дело. Вот, а если, да, рыба, иногда они бывают, что едят рыбу, рыбу я готовлю, и бывает, что иногда мясо, они говорят, хочу мясо, я говорю, хочешь, пожалуйста? Но они точно знают, что если у них какие-то соревнования, если у них что-то идет ответственное, то они никогда не будут есть вот это. То есть они, ну, скажем так, если они мясо едят, то это бывает там раз в два месяца, но это их опыт, я им не запрещаю. Они у меня знают прекрасно, как можно жить, что можно жить без еды и без жидкости, у них нет никогда страха голода, они никогда не подерутся и не поругаются из-за еды, что ты там не оставил, не оставил, то есть у нас вот этого вообще нет. У нас нет завтрака, обеда и ужина, у нас есть только захотел, пожалуйста, поел. Не захотел, все. Спасибо. Светлана, что касается, допустим, оттяжения, вот холодного отжима масла с лимоном, вот по утрам, если выпивать чуть-чуть там, это как влияет вообще? Это хорошо влияет на определенном этапе, мы вот как раз на 21 день пойдем, мы там будем 7 дней чистить, закреплять вот это вот, вот чтобы выйти в сухие дни, как по маслу. Вот. Оно хорошо влияет, только вы все не собираете в одну кучу. Если что-то одно делать, если начали вот этот вот напиток, то его пропейте. Если масло, то не более 7 дней, не более 7 дней пьете обязательно с лимоном, и вы должны почувствовать, насколько вашему организму, бывает прямо организм начинает расцветать, а бывает, что начинается отечность, то это уже все. И если вы 7 дней попили одно масло, то, например, сделали перерыв 3 дня, если чувствуете, что еще хотите, и 7 дней другое масло обязательно чередуйте. Добрый день. А можете вы сказать, вот черный тмин, вы детям даете черный тмин? Нет, детям я черный тмин не даю. Ну, они у меня максимум, я им бывает, что салаты посыпаю льном, но размолотым льном как бы делаю такое, чтобы для густоты было, вот такую вот заправку. А черный тмин нет, вот они у меня как-то не очень его любят, и я им не навязываю. Если детям что-то навязывать, свой образ жизни, то он им обрыгнет уже через несколько лет, и они, когда вырастут, пойдут по всей тяжке. Поэтому всегда акцент только на себе. А что им нужно, они возьмут вас. Если они увидят, что вам хорошо, что вы полны сил и здоровья, что к вам тянутся люди, что с вами приятно, они с вас и так это скопируют. А если увидят, что вы как в белая моль ходите там, и всем говорите, что это нельзя, то нельзя, то он побыстрее дождется своего там совершеннолетия и свалит из этого дома. Спасибо. Можно спросить? Подождите, вот тут Людмила говорит, ага, Людмила, еще раз. Давайте вот относительно предстоящих трех дней. Мы сейчас что должны есть? Вот это как бы идут общие вопросы. Вот мы сейчас желательно есть овощи, да? Я так понимаю. Овощи и фрукты, да. То есть мы едим овощи, фрукты, стараемся не есть соль, ну, по крайней мере, лучше не есть соль и не есть сахар. Вот так, да? Или мы можем соль? Да, ребят, на три дня вообще. Нет, на три дня откажитесь вообще от соли. Три дня. У вас ломка начнется только на третий день. Но так как вы все вместе в чате, вы можете написать, вас ребята поддержат. Вообще на три дня. Вы посмотрите, что будет с вашим организмом. Мы же сейчас идем на эксперименты. Если вы себе будете делать поблажки, то вы ничего не увидите. Убираем полностью. Желательно, желательно не есть что. Вот просто по пунктам. И что есть? Вот как бы это было бы в идеале? То есть чтобы и журнала началась. Я вам просто могу сказать, смотрите, что есть? Едим фрукты и овощи. Если хотите, то можно есть крупы отваренные какие-нибудь. Но это должно быть. Вот буквально горсточка ваша отваренных круп. Но желательно, чтобы эти крупы были не отваренные. Либо это зеленая гречка замоченная, либо это рис не шлифованный и не паренный. Либо это маш. Светлана, я вот, например, полгода уже полностью отказался от соли. Ну и начал полнеть. А работа у меня очень тяжелая. То есть ем я тоже только утром и вечером. А вот результат произошел, что у меня тазобедренный сустав в правой ноге вообще перестал болеть. А он меня мучил лет шесть. То есть представляете себе, то ли я полностью вычеркнул соль. Ну вот все присутствует в питании. Но как только я вычеркнул соль, у меня все, у меня совершенно другое состояние стало. Так что спасибо вам. За три дня я уже как бы ушел. Светлана, у меня вопрос по дефицитам. Есть ли жесткий дефицит ферритина, витамина D, вот назначены препараты. Это сейчас все убирать? Почему? Можете витаминчики оставить. Зачем убирать? Вы облегчите свое питание, и у вас просто эти витамины не усваиваются из-за вашего питания. Вы почистите себя, и у вас будут эти витамины, они будут моментально всасываться. Им всасываться не во что. У вас же получается, посмотрите. Сейчас я вам тоже нарисую. Вот у нас, вот тоже образно, желудок, да, и в нем вот такие вот реснички. И в легких у нас то же самое. И в легких у нас тоже реснички. Я как асматик могу вам четко сказать, что асматики задыхаются, потому что эти реснички не справляются, не выталкивают ничего, никакой слизь, поэтому они постоянно слизь. Вот. И вот эти вот, которые реснички, либо как их назвать, вот в желудке, в легких точно реснички, а здесь как они, ну, в общем, давайте назовем реснички. Форсинки. 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 Без разницы. Они настолько уже закостенелые. Вы, наверное, слышали от врачей, когда говорят, каловые камни. Каловые камни у нас находятся в том числе и в желудке. Может быть, они называются не совсем каловые камни, но, по крайней мере, когда я разговаривала с одним из профессоров, он говорит, да там ты что, там, говорит, говна, так утрамбованы, что это вообще кошмар какой-то. И когда у вас попадает сюда витамин какой-либо, он не может всосаться, в камень ничего не всасывается, и он у вас выходит точно так же. У вас как его нет, дефицит есть, так и есть. Пока вы вот это вот все не очистите, сырым, без соли и без сахара, это вычищается очень быстро. То тогда у вас в слизистую начинает сразу же всасываться. А ваши дети, они соль, как вот к соли относятся? Вы им тоже как бы... Я им не солю. Ну, вы им говорите о том, чтобы от соли уходили? Ну, они... Или у вас ее вообще нет? Они это знают. Нет, у меня она есть. Они это знают. Но у нас... Ну, нет такого, чтобы они что-то себе посолили. То есть, если я им что-то готовлю, я ничего не солю. И они едят это без соли. То есть, для них это нормально. Спасибо, спасибо. Ой, класс. Светлана, можешь вопрос полностью? Допустим, утром мы с ней эти три дня, мы, значит, пьем вот это вот, значит, полынь, куркуму. В течение дня мы не пьем и не едим. Часов в шесть. Почему? Почему в течение дня? Нет, нет, нет. В течение дня вы тебе заварили вот эту вот гинкобелугу? Так. И ее либо перед спортзалом, перед спортом каким-нибудь, либо домашним спортзалом, либо во время спорта поставили себе и пьете. Если захотели пить, то выпили воды. Вода нам нужна для прочищения, для вывода соли из организма. Вода. Только никакая трава, ни одна трава не выведет соли из организма. Только обычная вода. Нам эти соли нужно вывести. Соль – это наша зависимость, это метеозависимость, это любая зависимость, в том числе и реклама по какому-нибудь там, я не знаю, там в машине едете, еще что-то. Вы можете, когда вы едите соль, вы слышите рекламу. Когда вы соль перестаете есть, вы слышите 25-й кадр. Или как он, 24-й называется. Понимаете? У вас раскрывается другая картина мира. Поняла. Спасибо большое. Спасибо. А можно вопрос? Светлана, а можно попросить просто, что вот то, какие травы нужны на 21 день, заранее выписать? Потому что я живу в такой стране, где я даже полы не могу найти. Я сегодня запишу. Спасибо. Я сегодня запишу. Спасибо. А можно вопрос? Да, 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 Слав. Вот у меня тут как раз-таки, вот недавно жена там делала квашеная капуста. У меня вообще там трехлитровые банки. Квашеная капуста. Ну, можно сейчас вот есть? Конечно. Конечно. Она очень хорошо микрофлору переводит. С нее вам будет проще уйти на любое другое питание и не питание. И вот у меня еще, в принципе, я всегда, ну, когда пришел на питание, мы очень много смузи делали. То есть у меня гречка уделенная мы и с ягодами там вот обычно стуль трассы доделали. То есть такая тоже нормально будет, да, Витянович? Да, только, Слав, единственное, что если квашеная капуста с солью, то она у тебя даст такое же выражение. Нет, нет. Мы именно делали самую такую вот обычную, без всяких там... А, все, отлично. Вот. Хорошо, спасибо вам. Так, Оксана еще задала вопрос. Сейчас я прочитаю. Секундочку. Ириночка, секундочку. Оксана, ты напишешь, как зарядить дистиллированную воду под себя. Просто берешь какую-нибудь емкость в ладошки. Ладошки – это... Когда мы делаем ладошки вот так вот, мы тогда ее вот отдаем. Мы у нас через ладошки вот так вот все круговорот у нас закругляется. Мы берем любую емкость, в которой есть вода, и наговариваем на чувствование, на благодарность. я благодарю, что ты мне даешь, в воде говоришь, я благодарю, что ты мне даешь то-то, то-то, то-то. Мое исцеление. Только со словами осторожно, будьте, не здоровье здравствовать, да, перед кем-то, а исцеление, потому что здоровье и здравие – это абсолютно разные вещи. Вот. И под себя заряжать. Да, Ирина. А яблочный уксус в течение дня с водой можно пить? Ой, ребят, вообще от уксусов отказывайтесь. Это такая низкая вибрация, самая низкая вибрация, которая есть после соли – это уксус. Даже яблочный, даже самодельный. А про соду что расскажешь? Про соду ничего не скажу. Я считаю, что сода – это только вот если клизмы с содой, а пить ее, не знаю. Когда мне пришло вот это вот видение, что происходит в организме с человеком, вот иногда я вижу просто, что вот у него там внутренние органы его. И когда я посмотрела, когда он выпивает соду, что с ним происходит там, но, наверное, это такая экстренная помощь и нужна кому-то. Но там такой взрыв происходит, что я бы не... Я не стала бы. А клизма? Да, клизма хорошо. Она очень хорошо вытаскивает все-таки. Светлана, продублировать, какие травы и когда пить? Мы пьем пока только... Мы не... Смотрите, ребят, много трав никогда пить нельзя. Иначе что получается, когда мы пьем много трав? Организм не распознает их и получается, что они как пыльца ложатся на наши надпочечники. Надпочечники, они получаются, они как манифицируются, они перестают работать. Поэтому травки, если мы пьем травы какие-то, то мы выпиваем в течение недели одни и те же травы, не меняем в течение недели травы. Выпиваем не более трех разновидностей трав. А сейчас мы пьем просто... Мы пьем куркуму с лимоном, мы пьем полынь. И мы пьем либо перед тренировкой, либо во время тренировки, либо сразу после тренировки. Как вам захочется? Гинкобелубу. Белоба. Одна ложка. Полынь одна ложка, куркума одна ложка и гинкобелоба одна ложка на пол-литра. Это все вместе, да? Можно. Ну, как бы, колынь, вот я... Смотрите, если вы пропустили, у меня вначале, давайте, чтобы у нас не затянулся эфир, вы пересмотрите его, там все-все-все я подробно рассказываю. По поводу щелочной воды хотел спросить. Можно ее пить? Если хотите, я не вижу в ней смысла. Светлана, у меня такой вопрос... Прямо такого обробного. У меня такой вопрос можно задать? Я вот про мед все хотела спросить. Можно ли маленько меда, даже вот тот вот напиток куркума с лимоном и чуть-чуть вот... Нет, куркуму с лимоном точно не нужно, потому что мы убираем от всех бактерий, а бактерии у нас скапливаются только на сахаре, любая сахароза. То есть мед это тоже сахарозы, ну, получается... Да, конечно, это же тоже сахарозы. Нежелательно. Если прям совсем не можете отказаться, то оставьте, но желательно вообще его убрать. Хорошо. Спасибо большое. У меня вопрос по микрозелени. Вот вы сказали, Маш, а я его проращиваю. Отлично. Это вообще отлично. Еще семечки хотела проращить. Светлана, скажите, пожалуйста... Семечки... Подождите, подождите, девочки, по очереди. Девочки, я вас не слышу, подождите, по очереди. Семечки, их проращивать тоже хорошо, но семечки это те же орехи, которые задерживают воду. Ага, поняла. Еще вот последний вопрос, простите, пожалуйста. Про кофе. Утром маленькую чашечку кофе без сахара могу выпить? Ну, тогда вы свои надпочечники очень перегружаете. А, так, да? Я потом про кофе тоже попробую вам рассказать, чтобы успеть, что такое кофе, почему мы его пьем. Ладно, благодарю. Скажите, пожалуйста, когда будут утренние эфиры, когда будет днем эфир и когда будет вечером, чтобы можно было к этому времени подгадать и попасть именно на прямой эфир. Почему? Потому что утром будет в 10. Если он будет закреплен, и можно будет его увидеть. Закреплен, да. Я тогда посмотрю, но я переживаю, чтобы ничего не пропустить. Скажите, пожалуйста. Хорошо. Утром будет в 10 часов эфиры, потом будет где-то часов в 4 или 5. Ой, у кого-то так сильно шумит. А вечером будет в 22 часа. В 22, если будет какой-то перерыв, перенос эфира, то я заранее напишу, заранее в группе напишу, что эфир будет, например, не в 22, а в 21. Хорошо. Свет, еще скажите, пожалуйста, вот это вот будет закрепленный, и он будет в чате выложен, правильно я понимаю? Да, 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 да. Спасибо вам большое, спасибо. Светуль, привет, подскажи, пожалуйста, после еды вот любой стала тянуть в правом подреберье. Вот этот вот марафон, он как, подойдет мне? Подойдет, только если у тебя начало тянуть в правом подреберье, так, в правом подреберье, ты сегодня, вот сегодня выпей, вот то, что я сейчас дала, и посмотри, как у тебя, прям прочувствуй, как у тебя пойдет, потому что правое подреберье, это скорее всего у тебя что-то, правое подреберье, ребят, это как ни крути, это все равно сердечная мышца дает, отдает, отдает туда. Там, знаешь, даже как бы газы скапливаются именно вот в правом подреберье, только там, знаешь, такой как будто пузырек, и вот тяжесть возникает, вот практически любой прием еды. Так, ну, а ты делаешь вакуум живота? Нет. Вакуум живота поделай, ребят, вакуум живота, не обязательно там что-то крутить, а просто встаете, немножечко наклоняетесь под 45 градусов, да, и втягиваете живот на несколько секунд, отпускаете, и так в течение с минуты доводите до 5 минут в день. Все, этого будет вполне достаточно. Вот булочка. Благодарю, Светуль, попробую. Давай, а это положим. Можно вопрос? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а вот бананы можно есть? Потому что они же тоже сладкие. в течение всего вот этих дней. Пожалуйста, бананы тоже кушайте. Бананы, это очень хорошо, они же, в них очень много калия, и они очень, большой процент дают белка, и как бы про них не говорили ужасные какие-то вещи, они для сердечка, для нашего очень хорошо. То есть, первый завтрак, или второй ужин можно вот этими бананами наесться? Второй прием пищи, бананы лучше не есть. Тяжеловато будет. А первый прием пищи, пожалуйста. Все, спасибо. А сырой картофельный сок пить? Что? Если пить сырой картофельный сок, как вы к этому относитесь? Ой, ну, не очень. Как бы картофель, это же вообще не наш фрукт, искусственно овощ, вернее, искусственно выращенный, и он такой достаточно неоднозначный, потому что я видела, как люди им и лечатся, и еще что-то делают, какие-то примочки. Но, примочки, да, возможно, но капуста работает в этом случае лучше. Вот, поэтому картофельный сок, если у кого-то поджелудочное шалит, но просто категорически нет. А свеклая морковь, в мире, тоже не наши продукты, как бы в природе их свиньи выкакивают рыбу, и взят. Свеклая морковь, корнеплоды. Ну, да, смотрите, корнеплоды, давайте я сделаю лекцию по, что такое корнеплоды, что такое ягоды, что такое фрукты. Корнеплоды – это то, когда человек уже умирает, ложится, и он может только из земли достать что-либо. Умирать мы стали лежа в несколько тысячелетий назад всего, когда мы и начали себе вот это вот выращивать. Поэтому сейчас для нас эти корнеплоды – это наше здоровье, мы запущены. Изначально их не было, потому что человек лежа не умирал. А как он умирал? Ну, он уходил. Когда выполнено было всё на этой земле, он уходил. У меня, по-моему, даже это в эфирах есть, я не знаю, может быть, в закрытом клубе. Светлана, а вот про физическую активность. Я, например, ну, когда работаю каждый день, я прям чувствую, что потом начинаются травмы появляться. То есть этого нельзя. Нужно день работать и день отдыхать. Вы же сказали, что спортом нельзя заниматься, а у меня работа тяжелее, чем спорт. Смотри, работа и спорт – это разные вещи. Ты на спорте делаешь те… Так, кто-то у меня тут разговаривает. Ты на спорте делаешь те, ту нагрузку, которая одинаково на правую, на левую сторону, либо на ноги, либо на руки, плечевой пояс, там еще что-то. Она равномерная. А когда ты работаешь, даже тяжелая работа, она все равно там где-то подтащили, где-то еще что-то. например, у правшей больше там на одну сторону, у левшей на другую сторону. Понимаешь, у тебя неравномерная получается нагрузка, и из-за этого у тебя тело, оно как каркас начинает вести у тебя. Из-за этого начинаются боли. ЛИБА. ЛИБА. Вот на мой вопрос, наверное, Витя. Можно промыть волосы. Ты обещала про волосы что-то рассказать. Вот как их выть? Про волосы, да. Ну давайте я не сейчас, мы сейчас все в одну кучу не будем. Про волосы я вам расскажу. Попробуем либо сегодня, либо завтра. Про волосы я расскажу, про кожу головы расскажу. все это. Нужно будет тогда еще, ребят, купить, подождите сейчас, купить нужно будет в аптеке никотиновую кислоту, она продается как для волос, так и для внутренней вены в ампулах. Любую, какую хотите, не имеет значения для волос, она не для волос, просто никотиновую кислоту покупаете, потом покупаете сок алоя, тоже в аптеках, он на спиртовой основе. И покупаете настойку прополиса, тоже в аптеке, она тоже на спиртовой основе. Никотиновая кислота, сок алоя и прополис, настойка прополиса. Три вот этих вещи покупаете для волос, я расскажу, что делать потом. Серега, скажи, пожалуйста, а виноград кушать сейчас можно или нет? Виноград лучше оставить, потому что в нем, как правило, никаких полезностей нет, но в нем есть очень-очень много сахара, и он очень сильно вызывает брожение. И за счет того, что он вызывает брожение, не успевает перевариваться то, что у вас есть, и там начинают размножаться просто бактерии, и если кто-то на малоедении, те виноград вообще не могут. У них после одной виноградинки они через несколько минут становятся просто пьяными. Светлана, а можно задать вопрос? Как попасть в картинке кружки? Как попасть в закрытый клуб? Я сейчас ссылку скину в группу, и вы будете видеть. Я хотела узнать, у меня спина, позвоночник, вес болит, и скреблен на левую сторону. Я вообще-то занимаюсь спортом постоянно, три дня в неделю, и боли есть около лопаток, такой боль сильный. Я думаю, это энергетически, что ли, не понимаю, как это. Так у вас никакая информация не пройдет, если позвоночник искреблен, никакая информация не пройдет. Либо купить в аптеке, либо закажите на каком-то сайте, на Велберис, они где-то эти, которые выпрямляют спину, как они называются, вот эти корсеты для спины. Я пошла на Костоправ, Костоправ пошла и 4 курса взяла, намного отпустила, но думаю, немножко исправь, я еще хочу пойти, только этим, да, излечить, потом все будет, наверное. Да, и носите, носите, носите обязательно. А, нету, да, только эти физические, да, исправлять надо. Ну, и физически исправлять, и вам позвоночник, ребят, позвоночник, это же наша, блин, это мы, это наша флешка. Если искривлен позвоночник, то мы информацию даже из себя достать не можем. Светочка, скажи, пожалуйста, если у человека вырезан аппендицит, ему сложнее перейти на атомник? А я тут только что сказала, да, как рисик сделать, чтобы было проще, потому что аппендицит очень хорошо можно отрастить, этот вот аппендикс. И я как раз в этом эфире сказала, что нужно сделать. Чтобы не повторяться, давайте следующий вопрос и будем заканчивать. Можно вопрос еще? Да, давайте последний, ребята, я побегу по делам. По питанию и питью все ясно, а вот по режиму дня нагрузки, кроме вечерней прогулки, сколько интенсива, вот сколько раз в день заниматься? Режим дня. Ну, смотрите, режим дня. Утром, утром у кого какой режим? У меня утром бывает чаще всего это прогулка с собакой и приборка квартиры. У меня как бы так нормальная физическая нагрузка, у меня квартира такая немаленькая, и собака, и кот, и два сына, поэтому есть что прибирать каждый день. Вот, это первая нагрузка у меня идет. Вторая нагрузка это спортзал. Вот, спортзал это либо аква, либо растяжка, либо тренажер, либо еще что-то. Вот, и третья нагрузка это прогулка с собакой вечерняя. Вот, но утром у меня еще чаще всего бывает велосипед, но это уже по желанию, то есть у меня же, видите, так день простроен. У меня много физической активности, но вам не обязательно прямо под меня сейчас поставят у кого-то дела, у кого-то еще что-то. Утречком что-либо сделали хотя бы 10-15 минут. Перед тем, как выпить, запустите ваш организм на просыпание. Запустили организм на просыпание, выпили это, все, днем возьмите себе за правило что-либо делать, либо домашние какие-то упражнения, не менее 40 минут, ребят, не менее 40 минут, либо спортзал, вот, и вечером обязательная прогулка, обязательная. Светлана, на автономии после растяжек на следующий день есть какие-то вот симптомы восстановления? Чувствуешь, что уже сегодня нельзя? Нет, это пропадает. Светлана, а вот... У тебя растяжки растут вот с каждым разом, как ты занимаешься, у тебя все, ты лучше, все гибче становишься, да? Ну, ты знаешь, мне кажется, гибче все становятся, просто там вообще другие ощущения. Если ты чувствуешь, например, какую-то определенную мышцу, то когда ты на другом питании, то ты чувствуешь не то, что другую мышцу, а ты, получается, чувствуешь полностью, ты как будто бы... Смотрите, когда мы находимся на обычном питании, когда у нас идут растяжки, мы себя чувствуем как привычно. А когда мы находимся на ином питании, мы живем не в теле. Тело живет в нас. И когда мы растягиваемся, то тогда вот эта вот растяжка, она идет, когда ты возвращаешься в это тело, другие состояния, другие ощущения. Светлана, можно здесь нагрузку заменить кундалини-йогой? Можно, конечно. Я не знаю, что такое кундалини-йога, но что-то спортивное, да? Да, там идет такая нагрузка. Хорошо. Света, а по режиму питания, так я и не поняла, есть только в вечернее время, либо днем тоже можно? Днем пейте, чаек пейте, гинкобелубу, воду, днем, когда светлое время суток, ничего не надо употреблять. Только солнышко заходит, тогда. А летом тогда как получается? Ну, летом, если вы вот так вот поживете, то летом вы перейдете на одноразовое питание спокойно. Все понятно, благодарю. А вот информацию по поводу выведения грибов, бактерий, будете нам давать? Что-то нам дадите? Какую-то лекцию? Ну да, давайте, да, да, только не сейчас. Обязательно, все будем ждать, спасибо. Хорошо. Танюш, ты, по-моему, что-то пытаешься сказать, но у тебя не получается. Нет, тебя не слышно, Танечка. Да, запись будет, да, да, ребят, сейчас я уже отключаюсь. Нет, всех эфиров, у тебя чатов, да, будет. Да, 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 всех эфиров, да, всех трехдневных эфиров будет, потом, естественно, которые на 21, они уже перейдут в закрытую группу. И если мы вступим, то мы сможем их смотреть, да? Да, и, ребята, кто у меня есть в клубе, те оплачивают только 50%, но оплату, когда будете мне присылать, пишите, что я в клубе, потому что не всех вижу. Все, ребятушки, давайте я буду с вами прощаться, эфир сейчас сброшу и часа в 4, в 5 еще раз выйдем. Все, всех обнимаю, всех с новой жизнью. Пока. Благодарю. Спасибо.